По всей стране проходит благотворительная акция «Ёлка желаний». «Зелёная лесная красавица», установленная в общественной приёмной партии «Единой России-Люберец», украшена шариками, на которых дети участников специальной военной операции, многодетных и малобеспеченных семей написали свои новогодние мечты и пожелания. Как проходит добрая акция в округе, расскажет Богдан Колесников. Элина, 11 лет. Набор для творчества. В волшебное новогоднее время праздник должен прийти в каждый дом. У Ирины двое маленьких детей. В октябре глава семейства добровольцем пошёл защищать рубежи отечества. Дети ждут возвращения папы домой. А ещё подарки от Деда Мороза. Детки верят в чудеса, конечно. Ждут этого чуда. Загадали желание. Вот в ожидании сюрприза. Элина занимается на фортепиано и поёт в школьном хоре. Но больше всего любит рисовать. Вообще я люблю рисовать карандашами, потому что красками я всегда всё пачкала. Обычно хотел бы эпоксидную смолу. Ну, набор. Я хочу научиться делать украшения, чехлы и подносы. Желания Элины и её брата исполнились. Подарки от новогоднего волшебника передал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий. Я был у Деда Мороза, он же просил тебе передать. Что? Спасибо. Давай я поживу руку. Вам, молодец, красавец. Это ты просила тоже, говорят? Просила? Да. Вот, давай тоже, это тебе. В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» члены партии «Единая Россия» до конца года исполнят новогодние желания ещё 50 юных жителей округа. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Субтитры создавал DimaTorzok